Всем привет, ребята, с вами снова я, Шедуин, и в этом ролике я расскажу о том, как сейчас обманывают в плей-маркете. Реклама вообще вышла очень давно. Смотрите, наверняка все слышали о таких приложениях, которые якобы из фонариков делают как проектор. И люди говорят, смотрите, что придумали. Вот это да, можно производить все на стену, но в чем они прокалываются? Даже в этих самих рекламах можно увидеть оценку. В рекламе, которую я последнюю видел, оценка была 2,8, а говорят, что это очень популярное и всеми любимое. Вот как уже они прокололись. Так еще это физически невозможно, потому что в фонарике не встроено ничего вот такого вот, чтобы проявлять на стену. Это должно быть все встроено уже производителями, а не с помощью какого-то там приложения. Смотрите, вот допустим, что это? Нет. Стоп. Может я не так понял? Смотрите. Фонарик, бесплатный фонарик для телефона, Android лучше. Так, я... Ладно, я понял, в принципе. Это немного другое. Но смотрите. Mobile Projector Big Screen Photomaker. Тут написано, сказано о том, что создавайте красивые рамки для фотопроектора. И тут показано, что это все как бы от телефона, но в чем прокол сам? Смотрите. Вот это вот, блин, то, что вы видите от этого свет, это просто встроено. Ну, как, ну, это, как его назвать? Photoshop, вот. А вот тут вот, да тут даже можно заметить то, что это просто обрезано. Это, блин, это даже не то. Я не понимаю. Смотрите, что пишут. Приложение ужасное, полный обман. И вот, поглядим сейчас на отзывы. Потому что это полнейший обман, и на это вестись даже нельзя. Смотрите. Положительные какие отзывы. Скачивала и смотрела много проектов. Но этот самый эффективный, и еще бы, конечно, можно было бы сделать, делать видео, и было бы замечательно. А так, положение хорошее. Те, кто это делал, гребаные гении. Это ж, это ж надо так байтить на скачивание. Проложение, как и написано, делать изображение телефона и прожектора. Никакого обмана. Обман полностью есть. Это, нафиг, накрутка просто была сраная. Это полный обман. Потому что это физически невозможно. В фонарике не встроена такая функция, чтобы он проявлял все как прожектор. Так. Фонарик, процветный фонарик. Что, ладно. Я сейчас о прожекторах этих. Дистанционный проектор. И что же у нас тут пишут? Давай опять. Я вообще не поняла, куда нажимать, потому что все на английском сразу же удаляю. Не советую. Лучшее приложение для дистанционного управления проектом. Вот это, если все правильно подключить, настроить, то это, в принципе, возможно. Чтобы включать и выключать проектор, а также там заменить какую-нибудь запись. Ну-ка, полож на место палки. Цвет фонарик. Стой. Развлечение. Цвет фонарик в кармане. Я понял. Простой фонарик. Но, вы как видите, тут просто обманющее и полная брехня. Потому что это физически никак невозможно. Вот, блин, еще. Ну, проверим сейчас. Так. Ладно, отфотошопили нормально. Но... Блин, это... Зеж полный. Просто фигня. Но это ввестись даже не надо. Тут полная накрутка. Так, вот это уже немного другое, кажется. Это приложение для беспроводной проекции. Ладно, это уже возможно. Но бывает просто фигня полная. И написано для работы. Тогда почему рейтинг 3+. Это... Я реально говорю, это полная брехня. И на это лучше не надо вестись. Так что... Так же, как и... Ускоренная зарядка. Вот, смотрите. Ускоренная зарядка. Зарядка. На самом деле, это вполне возможно. Но не настолько, чтобы он заряжался прям за минуту. На самом деле, вы просто даёте доступ к этого приложения, к вашему телефону. И он делает так, чтобы у вас тут включалось всё так, чтобы было всё нормально. То есть там режим полёта, не беспокоить, всё выключает, уменьшает яркость, всё вот это. И отключает все приложения. Так что, реально говорю, не ведитесь на этот обман. Всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok